в истории соединенных штатов теперь вдумайтесь о чем я говорю потому что речь идет сейчас не о том какая совокупность достоинств кандидата к победе приведет то есть обычно выбирается так у кого лучше программа кто более достойный кандидат кто лучше себя проявил в политике кто более известен в конце концов публике на кого публика в большей степени рассчитывает и вот тогда этот кандидат уверенно приходит к победе и берет свое но эти выборы повернулись совершенно другой стороной то есть в данном случае речь идет не о достоинствах кандидата и о совокупности достоинств кандидата который приведет в президентское кресло речь идет о том какая совокупность недостатков приведет кандидата к поражению а это совершенно не одно и то же то есть сегодня среднеамериканский избиратель уже не оценивает кандидатов президенты по поводу того насколько он хорош оценивает кандидатов президенты кто из них хуже и будут голосовать не за лучшего а голосовать против худшего это очень такой серьезный психологический момент. И вот в этом есть такая большая разница, когда голосуют не за достоинства, а за недостатки. Политическая игра в Соединенных Штатах Америки из традиционной политической игры, которая отработана там со времен, ну не знаю, с тех времен, когда Гамильтон пытался определить условия этой политической игры, вот она превращается в чистый гэмблинг на самом деле. И почему это будет гэмблингом, я объясню. Вот можно ли с астрологической точки зрения прочитать гэмблинг, когда у кого больше недостатков наберется, тот и проиграет, а не тот, кто лучше докажет свою официальную красивую позицию, чтобы быть президентом? Вот тут, мне кажется, некоторый спорный вопрос есть. Я, простите, прежде чем Андрей ответит на этот вопрос, так сказать, чисто с точки зрения психологии и логики, зная немножко астрологию, сам как бы ей немного занимаюсь. Вот здесь интересная вещь. Потому что в расчет тогда для астрологов, он занимается только астрологическими прогнозами, где, и сейчас Андрей это, конечно, все сам озвучит, и он не берет в расчет вот то, что вы сейчас, Ярослав, сказали, политическая программа, вот эти все интриги, которые проходят между этими, какие-то вытаскивания на свет, каких-то непонятных. Вот я получил, опять же, где-то вопрос, точнее, в Ютубе о том, что против Хиллари Клинтона возбуждено там чуть ли не уголовное дело. Но это всегда бывает перед выборами, поэтому это все закулисные какие-то интриги, политические интриги, которые только призваны для того, чтобы как-то очерединить одного кандидата и привести к победе другого кандидата. Астрология эти вопросы не учитывает. Это, еще раз, это как бы небольшая ремарка, но главный сейчас у нас, так сказать, человек, специалист, это Андрей. Я только одну секундочку, можно я добавлю небольшую фразу? Вот как раз меня в данном случае волнует не столько тот факт, кто на кого больше набрал компромата, сколько то, что выборы в Соединенных Штатах проходят вот с таких вот негативных позиций. То есть не с позицией плюс, а с позицией минус. Это в обществе совершенно очевидно. Сегодня я потом приведу несколько примеров, точнее, соображений по поводу того, как они могут пройти, ну, так сказать, не своим путем. Андрей, вам слово. Благодарю. Ну, да, я совершенно согласен с Майклом, что я рассматриваю не с позиций. Я, кстати, даже не в курсе, как там в Соединенных Штатах электорат относится к этим двум претендентам основным. Ну, по крайней мере, мне неизвестно такое массовое, скажем, настроение, взгляд изнутри. Я могу только, скажем так, информацию черпать либо из средств массовой информации, либо из некоторых своих знакомых, кто живут в Соединенных Штатах, и то это их несубъективное мнение. Я смотрю больше по событиям, да. То есть именно у кого обретение славы есть, и, ну, такими словами, если аналогию сделать, кто взойдет на трон. Вот показатели именно обретения власти, то есть астрологические. Вот я именно вот это, Ярослав, рассматриваю. С позиции, кто больше на кого, ну, то есть больше что негативного будет. Ну, такое время сейчас. Сейчас идет последние годы мирового кризиса, а они самые будут такие ярко выраженные, критические. И, естественно, что народ будет искать такого харизматического, американский народ, такого лидера, который, ну, грубо говоря, может своей там мужественной рукой или чем-то там широкой спиной защитить от невзгод. Особенно травм. Ну, да, вот мы подходим, а кто больше на эту роль подходит? И к тому же у Дональда Трампа есть шикарный опыт выхода из очень критических ситуаций, когда он был там, не помню, на грани банкротства, кажется, там какие-то тяжелые у него были периоды в жизни. То есть как человек выходил из трудных, тупиковых ситуаций кризисных. Насколько я помню, у Хиллари Клинтон таких вот именно, ну, разве что только вот с супругом там каких-то неприятностей такого личного характера не было. Да, ну, может были, поправьте меня. И вот, что я хочу сказать, что я как раз сейчас вот смотрю по циклу мирового кризиса, который начался в 2008 году, и именно на... Есть Новолуния 18 августа, кстати, следует отметить этот день, когда очень вероятны какие-то кризисные ситуации, в результате которых заканчивается период относительно такой вот спокойной жизни, и начинается период нестабильности и дестабилизации. И если сравнивать гороскопические программы Хиллари Клинтона и Дональда Трампа, то период, как я уже озвучивал, Хиллари Клинтон, это период спокойствия в Америке. Она тогда набирала бы очки. А когда период каких-то там терактов, каких-то катастроф, каких-то вот... Как бы обыватель воспринимает, что есть угроза для его жизни, то они будут идти, ну, выбирать того, кто будет, как бы их может, как бы некий образ спасителя в этом, в зоне нестабильности, повышенной турбулентности. И 18 августа происходит разворот квадрата Плутона с ураном, то есть они начинают расходящийся аспект делать, начинается для всей мировой экономики, начинается падение, кстати, это одна из точек падения рынков, вот, отметьте. И как раз там период затмений начинается вот в сентябре будет. Поэтому здесь однозначно, что Трамп начинает, как бы на фоне вот этой волны таких негативных новостей, у него набор, как бы идет подъем, его там процент, ну, популярности и так далее. Не знаю, вот я ответил на этот вопрос, Майкл, или как-то, может, около этого ответил, который Ярослав задавал. Наверное, Ярославу. Я могу сразу продолжить эту тему, потому что, может быть, вы как раз, это не в моей компетенции, как политолога, но, может быть, Андрей и Майкл мне объяснят вот такую вот штуку. Как ни странно, за читой Клинтон, то есть Билл Клинтон, Хиллари Клинтон, совершенно какой-то брутальный шлейф тянется из совершенно неожиданных смертей, самоубийств, автокатастроф, тех людей, которые были постоянно за ними. Ну, например, я такой, как бы, приведу. Из 12 телохранителей бывших Клинтона, точнее, из 30 основных телохранителей Клинтона, которые были при теле, скажем так, 12 уже не живы на сегодняшний день. Бывший министр торговли, бывший замминистра торговли при Клинтоне, несколько советников Хиллари Клинтон, несколько советников Клинтона в штате Арканзас, когда он был еще губернатором. Короче говоря, я сейчас не буду перечислять весь список, я мог бы его открыть, и там такой длинный-длинный мартиролог стоит вот именно за читой Клинтон. Что это такое? Конспирологи говорят, что вот они вот так вот убирают со своего пути всех, кто знает что-то о них. Я не верю, честно говоря, в это. Если бы уж так вот убирали, не дай бог, убирала читая Клинтон, подмывала бы за собой определенные следы на полу, то, скорее всего, они бы были уже разоблачены, это все-таки Соединенные Штаты Америки, что-то пришло бы к журналистам. Но, тем не менее, вот постоянно автокатастрофа, самоубийство, кто-то в поезде разбился, и вот за ними вот такой длинный шлейф тянется. Вот как вот это объяснить? Прежде чем Андрей ответит, я хотел бы сделать небольшое, так скажем, отступление. Дело в том, что, дорогие друзья, те, кто нас слушают, я обращаюсь именно к вам, поскольку предполагаю о том, что большинство радиослушателей, которые сегодня у нас находятся на интернетной связи с нами и слушают нашу программу, это все-таки на территории постсоветского пространства Россия. Почему мы говорим об этом, и я понимаю, что многих этой, в общем-то, темой не интересует, причем выборы президента, россиян волнует свой президент, а не американский президент. Я просто хочу подчеркнуть, что это не характерно для наших программ, и вначале, так сказать, я, во-первых, озвучил, что у нас присутствует сегодня известный журналист, политический обозреватель Ярослав Беклемишев, а выборы Соединенных Штатов президентов все-таки будут оказывать очень серьезное влияние на международную ситуацию, на отношения между странами, в первую очередь, безусловно, Соединенные Штаты Америки и Россия, поэтому это все-таки тема, которая следует как-то осветить, тем более, что у нас есть специалисты. Это первое. Значит, у кого-то есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь, в любое время вы можете нам прислать вопрос на скайп, это SunGates 108, SunGates по-английски, это Солнечный ворот на конце буква С, это тройное W SunGates Radio Dot Cam, вся эта информация есть на Facebook, вы можете всегда там найти эту информацию и как с нами пообщаться, дать вопросы, то ли Андрею, то ли Ярославу, то ли мне. Вот таким образом. И еще раз, руководство радиостанции SunGates не несет никакой ответственности за мнение людей, за мнение гостей и профессионалов безусловно своего дела, но это только лишь мнение и это только лишь прогнозы. поэтому, так сказать, это, так сказать, обязательно для всех радиостанций и я это озвучил. Андрей, я не уверен, что вы сможете ответить на этот вопрос. Почему? Я не готов ответ, да. Я таких тонкостей, скажем так, не обладал такой информацией, которую вот Ярослав обладает, но мне это, кстати, важная информация для меня, потому что у меня два гороскопа Хиллари Клинтон есть, один на 8 утра, второй на 8 вечера, и вот как раз тот, который 8, ну я там с копейками, минут, он больше объясняет то, что вот эти события, то есть это закон. Вы имеете в виду, простите, вы имеете в виду, неизвестно, когда она родилась, да, Да, кстати, она вот, видите, тема нептунианская присутствует в ее жизни, значит, 12 дом должен быть выражен и то, что вот именно тайны какие-то, темы со смертью, то есть это знак Скорпиона, причем заполненный у него в 12 доме, для меня это сейчас больше, ну скажем, объясняет это если с астрологической точки зрения. Я, кстати, благодарю Ярослава, что через него такой ответ, потому что я склонялся, кстати, к этому времени, но таких тонкостей я просто не знал из биографии, если они действительно имели место быть. теперь вы знаете, когда она могла родиться, правильно, исходя из этого? Теперь я склоняюсь к тому, что она родилась в 8 утра, то есть там не в 20.00, а в 20.00. Если время правильное. Ну, по крайней мере, ориентир, где-то вот около утречное время, когда скопление у нее планет в Скорпионе попадает в 12-й дом. То есть вот это овеяно тайной, покровом неким таким 12-домным, тема Скорпиона, вот этих всех, ну, такое количество, конечно, что 12 телохранителей уже не живые. Это все задокументировано, я могу вам переслать, если вы этим интересуетесь, с фамилиями, с именами, вот со всеми. Я делаю довольно подрок за это. Ярослав, я вам больше скажу, я вот сейчас очень пытаюсь, хочу успеть книгу издать про всех президентов Соединенных Штатов Америки. Вы имеете в виду успеть, чтобы вас тут, так сказать, то, чтобы озвучиваете... И выборы там написать, чтобы победить право. Санкции не применили? Вы успеть, да, вы хотите? Вы говорите, вы успеть это, потому что вы думаете, что к вам санкции могут применить за то, что ваше мнение в эфире? Нет, успеть, как бы, дорога ложка к обеду, что прогноз дать до выборов, до победы, скажем так, Трампа, правильно скажем. Мы с Будой шутим. У меня как раз, я буду очень признателен, кстати, Ярославу, потому что это интересная информация для описания как раз вот этих двух претендентов. И у меня, например, есть исследование, которое я вот рассказывал в Майкл предыдущих передачах, когда, оказывается, то есть вот нашел закономерность, когда по гороскопу вице-президента можно определить периоды опасности для жизни для президента Соединенных Штатов Америки. Потому что там не так много в течение года где-то пять всего периодов в течение года, когда вице-президент может стать, ну скажем, руководителем страны. А это при одном может быть. Это либо внезапная кончина первого лица, либо там что-то такое. То есть вот эта закономерность, которую я, кстати, проанализировал всех президентов Соединенных Штатов, и я как раз буду это озвучивать книги. Интересная вещь такая очень. Я прошу прощения, Андрей. Спасибо. Ярослав, на всякий случай озвучьте, пожалуйста, если победит Трамп, кто будет вася-президентом? Насколько я понимаю, должен быть господин Пенс, которого сегодня Трамп должен объявить. Но вот по моим последним данным, как бы он еще не объявил ее вице-президентом. Сейчас я буквально у вас на глазах с этим делом сверюсь. Нет, пока еще не было вот этого вот объявления того, что господин Пенс будет вице-президентом. До этого говорили, называли наиболее вероятной кандидатурой Ньюта Гингрича, но тем не менее, видимо, Ньют Гингрич уже не проходит. Ну, а вот в данном случае Майк Пенс, губернатор штата Индиана, да, но пока еще нет официального объявления. Более того, меня пугало то, что в числе вице-президентов был Майкл Флинн, это бывший глава военной разведки Соединенных Штатов Америки, но он такой интересный глава военной разведки. Он хотел полезть выше во власть и не влез. И в 2014 году получил отставку, после чего перешел на российский канал РТ в качестве комментатора и в декабре у вас в России даже сидел за два кресла от Путина на юбилее РТ. Вот такой вот вице-президент мог нам назреть. Но учитывая то, что он, в принципе, остается доверенным лицом Трампа и плюс к тому, что глава предвыборного штаба Трампа, это бывший глава предвыборного штаба Януковича, я так понимаю, тоже за деньги Российской Федерации в свое время, когда Януковича подняли ни из чего благодаря американским технологиям, что что-то как-то меня очень сомнительно, кандидатура Трампа для меня в данной ситуации. Я боюсь, что не получим ли мы самое страшное. Вот я говорю о чем? Что сегодня, почему на негативе все это проходит, кто придет к власти в Соединенных Штатах Америки? Или Хиллари Клинтон, такое обывательское мнение, совершенно обывательское мнение, или придет Хиллари Клинтон и сдаст нас всех арабам, потому что арабское лобби очень сильное в пределах компании Хиллари Клинтон и вообще в ее штабе, или придет Трамп и сдаст нас всех россиянам, то есть Владимиру Владимировичу. Вот, и таким образом, ну как бы, знаете, как говорят, это, нет, это эфирно, хрен редьки не слаще, вот, и кому сдаваться Соединенным Штатам Америки, вот такой вот негативный выбор у нас и получается. Оптимизма это не добавляет все. Андрей, вы говорили о том, я прошу прощения, вы говорили о том, я, простите меня, дорогие радиослушатели, наши гости, я вмешиваюсь в это, поскольку у нас время-то надо как-то регулировать, у нас подряд несколько программ, причем следующая программа у нас будет интересная, у нас есть навидящая, будет в эфире известная женщина, Лариса Суверон, которая, кстати, предсказывала какую-то катастрофу, и я хотел бы об этом тоже поговорить. Вот, как раз переключившись, так сменив акценты с политической вот этой вот арены, поскольку эта тема нескончаемая, и зная о том, что Ярослав Беклемишев обладает поистине энциклопедическими зданиями, тем более в политических вопросах, это может занять очень много времени. Поэтому давайте мы переключимся вот на эти вещи, тем более речь идёт не только о каких-то катастрофах, речь идёт о прогнозах. И вот эти прогнозы, которые озвучивает в данном случае Андрей Бухарин, они сбываются. То есть, ещё раз, как человек непосредственно связан с астрологией, я понимаю, о чём идёт речь. Те люди, которые, к сожалению, не понимают, они упускают возможности. Упускают возможности в чём? Ну, если объявляется о том, что какое-то стихийное бедствие, где-то, вот как было, вот допустим, наводнение было в Нью-Йорке, родственники моей жены там живут, а говорит, а это пронесёт. Ну, первый раз пронесло, второй раз не пронесло. То есть, второй раз залило напрочь. То есть, бессмент и первый этаж погиб, погиб. То есть, это, ну, много денег. Слава Богу, люди остались всё в порядке, но ведь всё можно было бы, как бы это всё, кто предупреждён, как говорится, тот вооружён. Так вот, в данном случае мы говорим о том, что ясновидящая Лариса Саверон сказала, что примерно 15 июля ожидается какие-то, вот, какие-то, ну, какие-то события. Это то ли катастрофа, ну, мы знаем про теракт. Андрей, вот скажите, что вы по этому поводу думаете? Если можно, я дополню. Да, конечно. Я как бы Валерий, Ярославль, Ярослав. Да, вот это интересно. Благодарю ещё вот такое, меня подтолкнул к исследованиям, что Хиллари это арабы, а Трамп это РФ. Это надо просто тогда уже смотреть развитие ситуации на Ближнем Востоке и косвенно понимать, ну, скажем так, у кого фундамент, ну, как бы, платформа сильнее, там, либо вот развитие в Российской Федерации, ну, здесь даже не столько Российской Федерации, сколько вот этого ядра. Поэтому я готов на этот вопрос ответить несколько позже, когда вот проанализирую более, там, что, ну, я понимаю, Михаил, можно ещё немножко остаться в этой теме, потому что вот у меня ещё был как бы, я произнёс заветное слово гемблинг, и вот я хотел ещё привести один пример по поводу выборов, и насколько всё-таки можно просчитать или не просчитать случайность, даже за счёт того, вычисления момента славы, предположим, на день инаугурации. Вот привожу совершенно наглядный пример. Предположим, сегодня в районе Ист-Нью-Йорк, это самый сегодня печально известный район Нью-Йорка, самый криминальный район, где ежедневно стрельба, преступления, убийства, каждое утро оттуда вывозят трупы, вот, но это район как бы латиноамериканский, он не афроамериканский район, и в данном случае, предположим, сегодня две ситуации, совершенно неожиданных, которые никто не предусмотрел. Въехал наряд полиции в этот латиноамериканский район, разразилась стрельба, стрельба со стороны полиции, кто-то, как обычно, засунул руку в карман, как это часто бывает в Америке, полицейские выхватили стрелять, убили двух мексиканцев. Моментально, с этого же момента, кто начнет выигрывать? Начнет выигрывать Дональд Трамп. Естественно, моментальное возмущение, да как же так, вот это самое, вот такая вот ситуация. Обратный вариант, точнее, точнее нет, я сейчас ошибся, с этого момента начнет, скорее всего, выигрывать Хиллари Клинтон, потому что меньшинства идут за нее. И обратная ситуация, если полицейский патруль въехал в ИС-Нью-Йорк, и вдруг мексиканцы открыли по нему огонь и убили нескольких полицейских, тогда начинает выигрывать Дональд Трамп, который призывал, чтобы как-то ограничить эмиграцию, построить стенку там вдоль мексико-американской границы и так далее и тому подобное. Вот две ситуации, которые могут произрасти из неожиданности абсолютной, но тем не менее, журналисты наши быстро поднимут, раздуют, и тот или иной кандидат начинает резко терять шансы. Но стрельбу из Нью-Йорка с той или с другой стороны никто не может предугадать, потому что она может начаться в любую секунду. Это как в автомат. Ты кидал монетку, дал тебе что-то автомат или не дал что-то автомат. Так вот я почему об этом говорю? Можно просчитать момент славы, можно просчитать момент человека, когда он становится героем, предположим, в день инаугурации, но очень трудно просчитать вот эти вот выстрелы из Нью-Йорка, с какой стороны они раздадутся. И поэтому, наверное, если бы каждый астролог точно знал, в какой день ему играть в казино, все астрологи были бы миллиардерами. А это гемблинг, в чистом случае. Я уже понял, в какую плоскость у нас разговор идет. Ну, во-первых, я хочу ответить, что каждый астролог не занимается. Большинство астрологов астропсихологи, это более, скажем, ниши ран астрологического уровня, и меньшинство прогнозистов. То есть это более, скажем, ну, как типа бакалавр и магистрат, если так сравнивать. Без унижения кого-либо, просто это серьезно, потому что астропсихология, она всегда рассчитана на внутренний мир человека, это всегда безопаснее для, ну, скажем, для авторитета астролога, если он даже ошибся. А публичные прогнозы, вот куда пойдет евро вверх или вниз, это уже все. Понимаете, здесь либо... Но, простите, работает. Но, если... Так это же тоже были какой-то путь, были ошибки. Мы еще сегодня поговорим. Поэтому я хочу сказать, что есть технологии, они называются астрокартография. Кстати, у меня книга издана, ну, как учебное пособие. Мало того, сейчас я на английском языке его уже перевел и отдал на модерацию в издательство. Так что изучайте астрокартографию, и можно прогнозировать на местах события, в каком городе, что произойдет. Но понятно, что астрология... Ну, вообще, астрология, это название, оно архаичное, это средневековое название. Я больше называю эту науку разделом физики волновая механика и хронобиология. То есть, вот, волновая механика, она как раз и занимается этим. То есть, именно проекцией на какие-то данные, на день затмения, на новолуние, проекции планетных линий на поверхность Земли. Есть знания эти, есть кто занимается этим. И я вам больше скажу, что именно в Соединенных Штатах Америки очень явно заметен астрологический след выборов, как раз когда в 1900... В каком там, поправьте меня, в 1933, кажется, году, как раз когда поменяли дату инаугурации с 4 марта на 20 января. Да, да, совершенно. И это 20 января, это дата, когда либо соединение Солнца с Юпитером, либо Трин. И все. Представляете? То есть это совпадение, не думаю, знаете. Да, тем более, что мы на эту тему говорили, это я уже, так сказать, рассказываю Ярославу, потому что с 4 как раз мартом были связаны достаточно негативные события. И вообще-то говоря, в ведической нумерологии и в ведической астрологии четверка это демоническая планета. Поэтому и цифра 4 в Китае тоже, вообще-то говоря, очень не любят, кстати, вот с той стороны и с Востока это все идет. Ну, мы об этом поговорим. Андрей, у вас есть что-то еще добавить, поскольку у нас есть вопрос от нашего радиослушателя, который задан по скайпу. Ну, добавить по теракту во Франции, я, это надо исследовать гороскоп Франции, чтобы сказать, именно гороскоп Новолуния как бы не показывал там теракту. Я, наоборот, говорил, что он больше где-то тут через Германию там линия катастроф проходит. Но еще, во-первых, месяц не закончился, поэтому там центральная Европа немножко восточнее, это место все равно остается получше. Вы хотите сказать, у нас все еще впереди? Ну, вот, подходим к развороту фазы, то есть у нас относительно спокойный период, у нас он длится до 18 февраля, ой, это, извиняюсь, 8 месяца, не февраля, что я говорю, августа, да. А вот как раз начинается вот такая веселая жизнь. Я хочу еще одну закономерность сказать, что в Соединенных Штатах Америки очень часто президенты новые приходили после серьезных обвалов финансовых предыдущего двухлетнего царствования, скажем, предыдущего президента. Например, Обама пришел после обвала что там были не Датком, а цифровые, это были Буф, там, падение. То есть это еще один показатель, что, то есть два предыдущих президента приходили к власти, когда за месяц где-то до, за некоторое время до ихнего выборов происходило, как бы предыдущий президент на себя брал непопулярные решения и как бы плохие события там происходили, как бы они будут связаны с его именем, потому что он дальше все равно не будет избираться, а эти как бы вот такие все белые пушистые приходят по сравнению с ним. Поэтому это один, второй из показателей таких как бы фундаментальных прогнозов, что ответ на ваш вопрос, Майкл, по поводу когда Доу Джонс упадет, скажем так. То есть я предполагаю, что падение его будет около 18 августа. Вообще многие рынки пойдут падать около 18 августа и ближе к затмениям 1 сентября. Но я все пока. Значит, у нас есть вопрос, я только небольшой, так скажем, комментарий. Дело в том, что, ну, это можно назвать хобби, можно назвать не хобби, как угодно. Я 20 лет занимаюсь биржей, стакт-маркет и имею, так сказать, свою школу образовательную и достаточно серьезные, в общем-то, у меня показатели в этом вопросе. И я это тоже исследую, в принципе, каждый день на маркете. Я хочу сказать о том, что у меня график был, Андрей Бухарин, который мне показал, куда идет, скажем, валюта. Конкретная дата 15-го числа, что было совершенно, как бы не видно в графике, но я могу даже это предъявить и показать и объяснить, что, в общем-то, я и делаю. Но дело в том, что сегодня маркет развернулся, 15-е число. И это дает возможность всем людям, которые разбираются, это не называется гэмбл, это не называется казино, очень жаль, что люди этого не понимают. Биржа – это та же работа, как шахматист и очень неплохой в прошлом. Я считаю, что это комбинация и каждый человек, который в этом участвует, он хочет быть впереди на шаг своего конкурента, в данном случае оппозиция. Там против нас сражаются страшные силы машины. Сейчас это война компьютеров и программ, а не индивидуальных трейдеров. Но, тем не менее, зная некоторые законы, кстати, с астрологией связаны, можно в этом принимать участие. Михаил, и буквально дайте мне пять копеек вставить, потому что мы так пропустили тему напряжения, линии напряжения по Центральной Европе. Андрей, наверное, прав в данном ситуации и абсолютно достоверно его наблюдения, потому что весь трафик террористов по Европе сегодня, вот как говорили Швейцарии, это центр шпионажа в Европе, так на сегодняшний день центр распределения терроризма по Европе это Словакия и Южная Германия. Это как бы достаточно достоверное исследование спецслужб, которые этим занимались. И вот после, вот оттуда исходит планирование терактов по Европе. Это уже давнее наблюдение, тем не менее, вот Словакия считается меккой просто террористов в Европе и Южная Германия это тот центр, через который даются команды, где какой теракт произойдет, то есть там тоже достаточно сильная и серьезная организация. Я полагаю, так Андрей достаточно обстоятельный человек, так насколько это отвечает не смысл, он проанализирует и мы к этому вопросу вернемся, да? Ну они проходят Плутона конкретно через Словакию. А, ну так вот это подтверждение, да. Но они владеют информацией, что там какие-то центры находятся, но просто астрологически линия Плутона на это Новолуние проходит через Словакию. Все говорят, что это меккотеррористов, они там отдыхают, они там планируют операции и потом это распространяется по Европе по всей. Хорошо, давайте мы тогда зададим вопрос, который поступил от нашего радиослужителя, вот я на скайпе читаю вопрос к астрологу Андрею Бухарину. Подскажите, пожалуйста, если с 18 августа начинается тяжелый период, то что Андрей посоветует сделать простым обывателям? Готовиться к чему необходимо? Будет ли, можно ли будет продавать или купить жилье? Или наступит полный хаос на рынке? На рынке каком, правда? Есть несколько рынков. Это я могу без астрологии тоже ответить, кстати. Ну, давайте вопрос к вам. Да. Ну, благодарю. Во-первых, да, согласен, что есть несколько рынков и есть показатель, что в Америке еще в ближайшие, вообще следующий год рост недвижимости идет. Это планеты Сатурн с Ураном когда-нибудь взаимодействуют, они почему-то именно показывают, растет недвижимость или падает. Но вы мне подтвердите, на самом деле это так или нет. Потому что я только астрологически могу сказать, что показатели на рост недвижимости. В Канаде растет точно недвижимость в Америке по идее должна расти тоже. Я сейчас отвлекусь на секундочку. Дело в том, что я знаю, я в курсе дела, я 15 лет как-то так поработал еще и риелтором и, в общем, достаточно серьезно это изучал. И я ушел за полгода до того, как был крах в реал-эстейте. Почему? Потому что я все-таки на стак-маркете это видел. И все показатели говорили за это. Он, правда, еще шел вверх и поднялся на 4,5% с того момента, как я бросил это все. Но полетел он по-страшному. Значит, все развивается в волнах и это была первая волна. А их пять. Значит, имейте в виду, мы находимся всего лишь во второй. Поэтому, да, значит, есть элементарно по графикам можно это определить, куда идет с достаточной долей вероятности. Астрология в этом помогает и эта комбинация просто уникальная. Когда технический анализ идет вместе с астрологическим анализом, элементарно просто существуют две оси. Вертикальная ось это цены, ценообразование. Горизонтальная ось это точки разворота, это время. Если не учитывать время, а только это, тогда 50% уходит. Примерно то же самое, как западный подход и восточный подход. Западная медицина и аюрведа, к примеру. Ну, это же нельзя выбрасывать одно от другого. Это же целое. Это частички целого. Вот. Ну, хорошо. Как вы считаете, тем не менее, то есть вы говорите продать, ну, я так полагаю, что это вопрос все-таки из территории по советскому пространству. А как в России? Или то же самое? Я готов ответить. Да, пожалуйста. Ну, во-первых, в России недвижимость продолжает падать в цене. и будет падать в принципе в дальнейшем, потому что, как бы я, например, мой прогноз по нефти, что нефть будет, она, кстати, уже в июне все-таки развернулась и уже топчется 46-47 долларов. Ну, вот посмотрим, насколько падение нефти пойдет именно вот с августа месяца. А нефть это бюджет здесь в России, если мы про Россию говорим. В Америке же, посмотрите, какая ситуация. То есть, если падают рынки, ну, например, там, акции каких-то ведущих компаний, то согласно астрологическим показателям, что в ближайший год недвижимость растет в цене, то очень вероятно, что деньги будут выводиться в недвижимость. Ну, я так предполагаю. Поэтому, если мы рассматриваем американский континент, то там недвижимость будет расти в ближайший год. То есть, если вкладывать деньги с позиции сохранения средств, то получается, что США, Канада это... На один год. А? На один год всего? Ну, там, ну, по крайней мере, астрологический показатель идет где-то до начала 2018 года. Вот. Ну, понятно, что эти... Как вам объяснить? Эти инвестиции, они... Ну, надо быть специалистом по этой теме. То есть, смотрите, где там, что растет. Я-то не специалист, я не реал стоит, или на... Вы знаете, вот тут есть уточнение. Во-первых, это не Соединенные Штаты, это не Россия, это вопрос из Англии. То есть, теперь это... Англия. Это Брэкзит, это сейчас... Неожиданно, скажу так, да? Неожиданно. И завтра, да. Вопрос у Англии, сколько еще русских олигархов к ним приедет. А, кстати, на 21% увеличилась покупка недвижимости в Англии после выхода Великобритании из Евросоюза. И вопрос... Они официально еще не вышли, кстати. Что? Они официально еще не вышли. Вот. Я, кстати, наблюдаю, что цена падает в цене, вот смотрю на график, и вот... Ну, подтверждается... Дорогие друзья... Пять копеек к политологу, извините. Официально на выход рассчитано на два года, и тем более Тереза Мэй сказала, что до конца этого года она не будет рассматривать выход, то есть парламент не получит эти документы для того, чтобы их отдать в Брюссель. Значит, два с половиной года минимум уже сейчас. Вот видите? Тем более нечего тут... Это все спекуляции. И эти спекуляции даны только лишь для того, чтобы обдурить, вот как сказано, простых обывателей, к сожалению. Потому что там, вот там, как бы все уже достаточно известно, но нам это об этом не сообщают. Давайте мы все-таки перейдем к теме... У нас время, так сказать, уменьшается, оставшиеся до конца нашей программы. Давайте мы поговорим немножечко о вот таких, скажем, событиях, тоже очень негативных, как техногенные какие-то катастрофы, которые могут произойти, какие-то, ну, катастрофы, или там, вот скажем, я беседовал с Ларисой, она говорит, ну вот я сказала, были страшные смерчи. Ну, страшные, я не знаю, страшные или нет, но достаточно серьезные были, действительно, это было и в Беларуси, и в Минске, вот, я даже на Фейсбуке это поставил несколько фотографий, это было в Москве. я и говорю, смерчи, они, в общем-то, как бы это не вулкан, во-первых, и вы предполагали о том, что, Андрей, несколько назвали мест, ничего не изменилось за это время, где-то две недели, по-моему, прошло, да, то есть вы предполагаете, что именно в этих местах, или вы сузите, так сказать, вариант ответа, где потенциально может произойти такая вот, скажем, катастрофа, катастрофа, которую рассказывала, вот, ясновидящая, да, Лариса, ясновидящая, то есть я, как бы, у меня таких способностей, ну, может, где-то в глубине души есть, но еще не развитые, поэтому я больше рационально смотрю, как бы, вот с этой точки зрения смотрю, поэтому я хочу, остаюсь при своем, что я склоняюсь больше к тому, что три очага, еще не закончилась транзитная петля Марса, вот на транзитной петле Марса возникают военные столкновения, ну, очень часто, и вот мой прогноз о том, что в Южно-Китайском море там вспыхнет некое противостояние Китая из, ну, я предполагаю, с Вьетнамом, с Филиппинами, то есть то, что было, с кем Китай воевал 75 лет назад, то есть квадроцикл затмений, либо вот эти циклы затмений, которые были, у него был конфликт, кажется, в 69-м году, если память не изменяет, с Вьетнамом, неудачный, то есть и циклы затмений, они работают, то есть здесь говорит о том, что этот, как бы, вот эта кармическая завязка, потому что затмение, это фактор фатальности, это даже вполне возможно, что эти души, которые тогда погибли, либо принимали участие, то они опять воплощаются, опять взаимно дают долги, они как раз вот повторяются, и в Южно-Китайском море, когда если еще, даже там несколько лет назад, вообще никто предполагать не мог, что там будет очаг какой-то военный, два месяца назад, я уже где-то 17 апреля, это, наверное, каждый месяц об этом заявляю, то сейчас уже в открытую уже, опасность возникновения войны из-за территориальных претензий, Китая к Филиппинам, к Японии, Вьетнаму, почему Вьетнаму, почему они потренируются на Вьетнаме, потому что они с Вьетнамом уже воевали, хотя Китай не нападал на Японию, там с Японией тоже у них же была война какая-то, то есть завязка есть с Филиппинами, насколько я помню, китайцы вообще не воевали, либо, может, какие-то были мелкие стычки, которые я просто не в курсе, ну, скажем, таких глобальных сражений, типа вот Второй мировой войны, не могу припомнить. И, раз так, кроме этого, Вьетнам, вы понимаете, Вьетнам, это оказывается второй в мире производитель риса для полуторамиллиардного Китая, с его падением, остыванием экономики, то есть, значит, выброс на улицу каких-то людей, которые будут там безработными и так далее массами, это надо куда-то эту массу направлять. То есть, война прогнозируема, что Китай будет развязывать войну, хотя бы потому, чтобы всегда фазы вот кризиса, которые я озвучивал, то есть, начиная с финансовой, экономической, социальной, политической, последняя фаза военная. То есть, она, ну, это фаза, то есть, где вот недовольный народ, который, чтобы не сделал Майдан, его надо показать, что враг вьетнамцы, например, да? Андрей, извините, я вас поправлю. Война в провинции Каобанг в 79-м году была. 1979 год, Вьетнамо-Китайский конфликт. А, есть, да? Вот, да. Это провинция Каобанг и Лангшон, да, северные вьетнамские провинции, но просто не 69-й, а 79-й. Да, да, благодарю за подсказку, благодарю. Вот, ну, можно цикл затмений посчитать, цикл затмений, это 18,5 лет, 18,68. Есть тут какая-то закономерность? Сколько у нас лет прошло? Если еще даже посмотрим. Можно даже... 79-го года? 79-го года, да. Это 95-й, 96-й. Всего лишь. Нет, у того же цикла есть, полуцикл, там еще мы сейчас... Правильно. Я сейчас просто посчитаю, сколько... Это тоже попросил. Это 12-й, 12-й, 13-й год. В истории это вошло еще как... 37 лет. Так вот, смотрите, 37 лет прошло, два цикла затмений полных, 18,5-й плюс 18, ну, через... В течение полугода там война возникнет. Это цикл затмений, понимаете? Через сколько? Ну, пока я приблизительно смотрю, я же посчитал, как бы, на середину года. Я понимаю. Так, через сколько вы говорите? Ну, смотрите, вот, 2016-й, отнимите 1979-й. 37 лет. Правильно? Да. А помните жизнь Пушкина, он же прожил как раз два цикла затмений, 37,5 лет. 37, да. Да, и через 37,5 лет опять, то есть, квадроцикл затмений, вообще, который я вот исследовал, он 75 лет, то есть, он 4 раза по 18, 68, но это крупные войны, это типа вот мировых войн, они повторяются, а такие, менее войны, они тоже как бы попадают, но если разделить, то есть, там не будет какая-то такая мировая война какая-то, но это будет, знаете, как тренировка перед большой войной на какой-то вот, с маленьким соседом. Но они на самом деле сейчас близки к конфликту, потому что по поводу Южно-Китайского моря, вот буквально недавно, я не помню, какая международная комиссия постановила, что Китай не имеет претензий на эту территорию, да, 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 совершенно верно, да, совершенно точно, что Китай не имеет права на вот эту вот территорию Южно-Китайского моря, и в частности, это конфликт с Филиппинами, как раз с Филиппинами, они, по-моему, и не воевали так в серьезных... А в Вьетнам тоже там претензии есть, и Вьетнам воевал с ними. Вьетнам воевал, да, это другой вопрос. Значит, они с Вьетнамом опять схлестнутся. В общем, да, точка соприкосновения серьезная. Да. Ну, с Филиппинами как бы там договориться, что-то... То есть пока на Филиппины ехать можно. Наверное, да. Ну, это надо смотреть, это индивидуально все, во-первых, а во-вторых, в целом, я бы тот регион, если там война такая грозит, то лучше, конечно, не ехать туда. Зачем? Там в любой момент могут произойти какие-то форс-мажорные ситуации масштабного характера. Вот. Поэтому тут уже каждый пусть обращается к астрологу и профессиональному, и пусть он посмотрит, куда им ехать можно. Вот. Ну, где-то есть места, не вся же, мать-земля, там где-то полыхает. Везде где-то есть... Но то, что там сейчас война, опять же, очень вероятно, и мы уже видим, что все идет как бы необратимо к этому, цикл затмений подтверждает... Ну, здесь как бы двойной цикл. Два затмения повторилось, и уже опасность возникновения присутствует. Да? Причем, обратите внимание, как точно, 37 с половиной лет. Вот наберите, когда они... Обычно начало войны идет плюс-минус, но орбис, если даже брать один, хотя бы один процент, сколько это месяцев 37 лет? Если 37 умножить на 12, это у нас получается 4-144 месяца, один процент это 4 с половиной месяца, если погрешность брать. То есть до или после. То есть орбис такой. Вот. Поэтому вот подтверждается этот прогноз уже. Я, допустим, даже не сомневаюсь в том, что там война будет. То есть это не то, что я этого хочу или я желаю, я просто вижу, что все как неотвратимо идет к этому. и там, кстати, в Китае сейчас психоз в связи с этим пошел, там что-то телефоны бьют, они протестуют против решения, что там исконно китайский шельф Гага посмел там как-то им отнять и так далее. Ну, смешного мало, конечно, но тем не менее. Реакция такая какая-то. Друзья, у нас остается буквально несколько минут, я прошу прощения, у нас скоро следующая программа. Эта программа не запланированная. Раз те, кто слушают, они могут ее послушать, она не объявлена, поскольку Лариса Суверон обычно у нас выступает по вторникам, четвергам, но она уезжает на следующей неделе, поэтому я предложил ей сделать такую программу. В записи она будет. Но, тем не менее, она объявлена у нас через 10 минут начала. Поэтому у нас есть буквально несколько минут и небольшой перерывчик нам надо будет сделать. Какие вопросы у вас, Ярослав, есть или, может быть, у Андрея, потому что я, у меня вопросы, даже не, точнее, не вопросы, а, скажем, мы с Андреем, так скажем, беседуем. И если кого-то интересует тема, вот как, допустим, Ирину, которая нам задавала вопросы по реал-эстейту или тема по бирже, то мы планируем делать такие, скажем, конкретные финансовые астрологии, это называется. Это связано с покупками, продажами тех или иных, там, скажем, направлений, вещей или даже вот на бирже. Ярослав, есть у вас какие-то вопросы? Не вопросы, а просто хочу выразить свою радость искреннюю по поводу того, что и политология, и астрология, я ее по-старому называю, по-старинке, как бы имеют настолько много общих точек, оказывается, как выяснилось сегодня, что даже эти две науки могут работать вместе. Да, ну и вот предложение, предложение от Скайпа о том, чтобы Андрей озвучил еще какие-то радостные, позитивные события, и вот на этой радостной ноте мы и закончим нашу программу, а то действительно какие-то вот... Скажите, что-нибудь хорошее. Да, а то тут стрельба, тут кварталы латинские в Нью-Йорке. Кому это надо вообще? Я согласен, что надо фокусировать свое внимание на позитивных событиях, потому что и так много в мире нас внимание приковывает, ты скажешь так, программирует подсознание на деструкцию. Просто самое главное, я бы сказал, хотел бы, чтобы меня не воспринимали как некого оракула, который все время без ошибок что-то говорит и так далее. То есть я просто как счетная машина, скажем, что иногда ошибаюсь тоже. А что, между тобой и говорю, да? Здесь не надо думать, что стопроцентное исполнение прогнозов нет ни одного астролога в мире в принципе. Хотя бы потому, что бывают факторы сверх, я сталкиваюсь с такими феноменальными событиями, когда, вот вопрос, кстати, я отвечу на вопрос Ярославля, постараюсь уложиться быстренько, почему все бы астрологи были там миллиардерами, если бы знали, где там заработать и так далее. я торговал в Чикаго, кстати, через биржи, через трейдер брокеров в Чикаго на реальном счете на бирже. И я по-астрологически все сделал, то есть выбрал место в доме там лучший день выбрал, как торговать. У меня инвестор появился, он мне дал одну сумму, сказал, удачно будет, еще там на несколько нулей больше суммы будет. и я, хотя на золоте тогда торговал, и я уже вижу, что уже там, ну допустим, должно падение, и в этот момент, когда я кликаю мышкой на открыть ордер, в этот момент у меня зависает компьютер, новый компьютер с одной программой только для торговли. Он зависает и он виснет, где, знаете, минут 10-20 виснет, перезагружается, опять синий экран, опять, в общем, где-то полтора часа перезагружался и когда он наконец-то включился, я увидел, что мой ордер не был принят, но если бы он был принят, то я заработал бы, ну где-то около трех тысяч долларов тогда, вот, буквально за час, но мне не дали. Почему? Потому что это не мое, когда я этим начинаю заниматься, я начинаю болеть, понимаете, это вот миссия еще, то есть, это я могу консультировать, знаете, как есть боксер, а есть тренер, это с тем, что тренеру говорить, ну если ты такой умный, выйди типа на аренок, ну покажи, как бить нас, понимаете, вот нечто вроде, ну да, вот не дают, не просто, я там, я пытался, но мне не дают, мне там, дают болезни за это, и когда я очень тяжело болел, я, например, был полуинвалидом, исходя из того, что я занимался не своей деятельностью, и когда я стал астрологией заниматься, у меня эти болезни чудесно прошли, понимаете, то есть, я уже не буду рассказывать, какие были, но просто сам факт, то есть, когда исполняешь свою кармическую задачу, эволюционную, у меня миссия быть астрологом, миссия, допустим, научное открытие делать, да, она на сегодня, скажем, на этом не зарабатывают миллиарды, ну и что, зато я работаю, скажем, социальный выбор этого делаю, придет время, скажем так, небеса обеспеченных, понимаете, да ничего, миллионы там, по миллиону тоже нормально, это отвечает на то, что не у каждого есть показатели для торговли, хотя я лично знаю трейдеров, у которых депозиты очень-очень приличные, которые торгуют астрологи, понимаете, я хочу, завершая, скажем, эту... Не афиширует этого, чтобы там, ну, деньги любят тишину, что они будут там рассказывать, сколько они там заработали. Вот, вот видите, я хотел только сказать, что благодаря некоторым прогнозам и моим собственным исследованиям, что я сегодня уже не буду тогда. Значит, я лучше расскажу вот о чем. Дело в том, что посещая Восток и довольно часто там бывая, есть такое понятие на санскрите, это называется дарма. Дарма. Дарма – это предназначение. Знаете, кесарю – кесарево, слесарю – слесарево, да? Так вот, это самое главное. Когда человек знает свое предназначение, у него будет все получаться. Если человек, а в астрологии это все видно, если он, у него творческий потенциал, родился он 6, допустим, числа, ну, я сейчас, Андрей, это не конфронтация, это с точки зрения ведической, родился 6 числа. То есть, у него в гороскопе ярко проявлены венерианские качества. То есть, он, у него есть страсть к чему-то красивому, это музыка, это изобразительное искусство, это танцы, может быть, это какие-то красивые вещи, то есть, бутики, допустим. А вот был такой человек, я тоже делал консультацию, я спрашиваю, чем вы занимаетесь? А он говорит, а я занимаюсь клинингом. То есть, он гарбич убирает, мусор убирает. Я говорю, вы понимаете, что вы губите себя? То есть, ваше предназначение наоборот. И спрашиваю, а чем вы там занимались до приезда сюда? Я ему начинаю рассказывать, какие у него качества. Он говорит, да, мне это очень нравилось. И знаете, что он мне говорит? Я работал, связанный, в общем, с ювелирным делом. Ну, то есть, вот там лежит красота. Лучшие друзья девушек, как мы знаем, это бриллианты. Это красота спасет мир. И женская красота, тем более, спасает ее. И всегда спасала. Поэтому, надо знать свое предназначение. И для этого, кстати, мы ведем наши программы. И это не какие-то, допустим, спекуляции, в том числе и на бирже, это просто понимание того, чем человеку надо заниматься, и информация, которая ему может помочь. Как он ей воспользоваться? Спасение утопающих, делая рук самих, сами понимаете. Поэтому, дорогие друзья, я очень рад, что вы нас слушаете. Я смотрю вот на график, и у нас много сегодня людей, слушающих. Я очень рад, Андрей, о том, что, как всегда, очень интересно, ну и Ярослав, который внес очень такую серьезную струю, интеллектуальную, и разбавил наш сухой эфир. Хотя сухим, простите, он никогда не бывает. Спасибо вам. Спасибо. Да, значит, те... Да, слушайте. Мы объявим, когда мы встретимся с астрологом Андреем Бухарином в следующий раз на Фейсбуке, те, кто хотят послушать тесновидящую, пожалуйста, тройное WSNG radio.com, там внизу находится плеер, нажимайте кнопочку play и будете слушать. Ну, наверное, раз вы уже слушаете, вы уже знаете, как это все делать. А те, кто еще не слушал, еще раз, программа не объявлена. Я не знаю, есть ли у нас сейчас Лариса, сейчас мы рассоединимся с Андреем, Ярослав у нас останется на линии и попробуем подключиться к Ларисе Суверон. Дорогие друзья, программа записывается, поэтому я надеюсь, она записалась и вы ее сможете посмотреть и послушать на Ютюбе и на Фейсбуке. Всего вам доброго. Мы с Будой с вами прощаемся. Спасибо. Всего доброго. Всего хорошего. Удачного вам вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин